На поле в Малиновке сеют кукурузу. Гибрид РОС-140 хорошо приспосабливается к любой почве и быстро вырастает. А еще этот вид чрезвычайно устойчив к холоду, так что грядущие заморозки ему не страшны. К слову, в Успенском уже посеяли больше половины от запланированного. А по рапсу, гороху, однолетним травам и ячменю план выполнили на 100%. Аграрии ждут хороший урожай. Мы замечаем, что те посевы, которые провели уже в начале, уже появились сходы. Влага у нас находится в верхнем горизонте. В этом дефицита нет. В отличие от прошлого года, когда мы сеяли полностью в сухую почву. Ребята, готовим на 40 гектар клевера. Нужно 640 килограмм взвешиваем. Смесь семян Тимофеевки и клевера – одна из популярных для кормления животных и заготовки сена. На аграрии знают, как важно соблюдать пропорции при смешивании. Мы это должны приготовить так, чтобы действительно это все совпадало с нормами, чтобы мы не подвели в плане посева, чтобы в конечном итоге это все взошло, своевременно взошло и достичь, конечно, хороших показателей. К хорошим показателям стремятся и в других районах области. Так, в Упоровском аграрии учли опыт последних засушливых лет и сдвинули начало посева на более поздние сроки. Тем не менее, на предприятии Нива Агро план выполнили уже более чем на четверть. Там завершают посев гороха, приступили к крабцу и серым зерновым культурам. Одна из задач – до 1 июня полностью посеять пшеницу. В хозяйстве работают на новых анкерных комплексах. Решили, что будем приобретать анкерные, потому что неизвестно, сколько стерней останется. В этот комплекс можно пускать полностью и по стерне. Есть поля, которые остались, не успели спахать. Погода была плохая осенью, и можно сеять без обработки. Предстоящего похолодания аграрии не боятся. Говорят, слишком небольшие пока всходы. Ирина Ищук, Вера Липухина, Степан Потрахин, Тюменская служба новостей.